Ребят, всем привет! С вами Конова Аня. И помните, да, я запускала конкурс, сегодня вечером будет розыгрыш. Но дело не об этом сейчас, а о ваших комментариях. О ваших честных, классных, добрых, суперских комментариев различных-различных. Мне очень-очень понравились они, и мне хотелось с вами пообщаться на эту тему. Да, то есть, ну, честно сказать, комментариев у нас с вами 1800, поэтому все я не буду перебирать, да, 1800 комментариев, это круто, это много. Вот, и давайте с вами сейчас обсудим самые такие интересные моменты, да, самые интересные комментарии. В общем, посидим с вами часик и обсудим некоторые важные моменты, которые я выделила, да, то есть я буду их читать для вас. Да, то есть, запускав конкурс, я вас спросила мнение о сетевом маркетинге. И так как на моей страничке, мои дорогие подписчики, очень разные люди, да, есть мои коллеги, есть люди с моей команды, да, то есть есть люди, которые зарабатывают в нашем бизнесе, в сетевом маркетинге. Да-да-да, всем привет! И так получилось, что у нас очень разрозненные комментарии, вот с ними я бы хотела поработать сейчас на данный момент. Итак, зачитываю, да, зачитываю. В сетевом можно зарабатывать очень хорошо и абсолютно без вложений. Да, это действительно так. Следующий комментарий был, что наоборот, сетевом не заработать, потому что нужно покупать. И вот тут хочется с вами прям подискутировать, потому что вот такой момент, да, то, что я действительно очень часто встречаю такое вот, может быть, возражение, может быть, недопонимание, да. И вот на эту тему очень хочется пообщаться, потому что что для вас вложение? Вложение купить зубную щетку, зубную пасту до бизнеса с компанией и во время бизнеса с компанией вы все равно чиститесь, моете, стираете, там, готовите, покупаете стиральный порошок и так далее, да. То есть если вам кажется, что это вложение, то, минуя систему, да, вот наш бизнес, привет, привет всем, минуя наш бизнес и просто, когда вы ходите в магазин, вы на этом абсолютно никогда, ни при каких условиях не заработаете, да. А тут у вас есть возможность действительно зарабатывать реальные белые деньги на честном продукте, на честном товаре. Вот это очень важный такой аспект. Когда вы открываете свой, грубо говоря, интернет-магазин, да, то есть вы регистрируетесь в компании Фаберлик, вы, получается, открываете свой интернет-магазин и открываете по всему миру, ну, вкратце говоря, филиальчики, да. И эти филиальчики потом крупнеют, становятся крупными, тоже набирают покупателей, открывают еще больше и больше. И с этого все вам, как макушке, платятся крупные деньги. Но разница, допустим, нашего белого бизнеса легального, это то, что доход только белый, только прозрачный, вот, только на расчетный счет банки, вот это нужно понимать, да, то есть и способов поиска, в принципе, бизнес-партнеров или покупателей в свою команду очень разнообразные, да, то есть их можно искать разными способами. Итак, следующий для меня – это бизнес будущего. Да, я согласна. Это шанс осуществить все мечты и желания, это точно, да, потому что за пять лет, что мы в бизнесе, мы уже третью квартиру купили, сейчас объединяем две квартиры, у нас было 120 квадратов, два санузла, да, как даже сказать, три балкона, ну, в принципе, все шикарно. Все, что я хотела, у меня сейчас сбылось, у меня сейчас новая цель, вот. Так, дальше пишут, что это рядом быть возможность со своими детьми, действительно, мы с вами работаем тогда, когда нам удобно, тогда, когда мы можем. Все обучение автоматизировано, хоть в час ночи, хоть в час дня, хоть в семь утра, хоть в семь вечера, когда угодно можно учиться. Можно сочетать с наемной работой, с декретом, с учебой и так далее, да, то есть самое главное иметь, я думаю, тут может быть чувство такта, да, то есть потому что всякое в жизни бывает, и иногда люди до такой степени, некоторые, да, себя не любят, не ценят, что выставляют плохие фотографии, некачественные и так далее, и удивляются, почему к ним никто не идет. Вот, далее, значит, это независимость, это действительно так. Очень много людей от кого-то зависит, там, не знаю, дети от матерей, да, то есть взрослые дети, я имею в виду, от матерей, что там еще бывает, жены от мужей, да, то есть мужья от жен, то есть, ну, всякое бывает, да, в жизни, там, от начальника, когда он сказал, тогда придешь, когда был отпуск, тогда придешь, муж зубной пошла в ножки кланяйся и так далее, и так далее, тут, конечно, вы уже сами за себя решаете, да, вы сами за себя решаете. Вот лично я была лишена возможности ходить по найму, то есть я понимала, что из декрета по найму я не смогу выйти, в связи с тем, что у нас получилась особенная дочка, особенный ребенок, и я знала, что в садике ее не берут, туда ее не берут, нигде ее не берут, и что получается, что я должна сидеть без работы, что ли? Нет, конечно, без работы я ни за что бы не села, и я пошла вообще в компанию Фаберлик, потому что мне понравился продукт, мне понравился товар, и я решила, я буду покупать для себя, я буду экономить, я попробую... Ух ты, ничего себе! Так, ребят, я тут, смотрите, как сгрохотало. Так, меня видно, слышно? Хотя вы, а? Отпишитесь мне, пожалуйста. Ой, вообще, обхохочешься. Я надеюсь, видно, слышно. Ребят, видно, слышно? Или нет? Ой, ну ничего, бывает. Нет, со штатива соскочил телефон. Вот. И что дальше, да? То есть, тут еще уверенно, уверенно, возможно, все, действительно, возможно, все. Главное, двигаться вперед и не останавливаться, верить в себя, в свои возможности, даже если весь мир против. Это действительно так. А, я помню, как у меня свекровь с мамой ругали, свекровь говорила, дайте-то ей заработать. Мама говорит, я разобью твои компьютерные ящики, да? То есть, ну, это вы уже сто раз эту историю слышали, было тоже классно, да? Вот. Я это вам уже рассказывала, да? Далее. Этот бизнес дает возможность зарабатывать всем. Я его обожаю. Вот я тоже его обожаю за его, как вам даже сказать, за его свободу, за свободу выбора, за то, что у тебя нет ограничений, куда захотел, туда пошел, туда поехал, когда захотел, поработал, когда захотел, пообучался. Но есть и минусы, да? Почему минусы? Потому что никто вас не контролирует, никто вас не штрафанет, никто на вас никакой недостачи не повесит, да? То есть, как бы, нет возможности вот этого вот, чтобы вас контролировали, да? На работе попробуйте, вы что-то не сделайте, или штраф, или увольнение, или предупреждение, или выговор, или коллектив, да? Там бочку начнет катить, еще что-то, да? То есть, что-то все равно пойдет не так, как вам бы хотелось. Тут ничего не сделали, вам никто ничего не сказал. И вот это тоже, как бы, с одной стороны, плохо, да? Вот. Сетевой – это неограниченные возможности бизнес дома рядом со своими детьми. Вот. Ириночка Ясикова пишет, да? Вот именно, что рядом со своими детьми, вот как раз я говорила, что у меня не было возможности, да, выйти по найму. И когда я тут попробовала, то к концу декрета я уже зарабатывала свои 20 тысяч в каталог. Это пересчет на месяц более 30 тысяч, да? То есть, за 4 месяца мы вышли на выплаты 34 тысячи каждые 3 недели. Это более чем 40 тысяч рублей, да? То есть, и сейчас мы, конечно, уже вы знаете, какие я хорошие деньги зарабатываю, и я безумно счастлива, что я тут. Далее. Это серьезный бизнес. С этим с вами согласны. Серьезный бизнес. С пирамидами мы не путаем. В котором можно зарабатывать большие деньги без отрыва от семьи. Так. Отличный способ заработка – саморазвитие. Тут действительно, ребят, надо заниматься саморазвитием. Это очень важно. Вот прям без саморазвития очень сложно, потому что мы с вами ходили... Вот я, допустим, возьму, к примеру, себя, да? 10 лет я ходила по найму. Что мне там говорили? Вот, да, то есть закончила садик, да? То есть садик закончился, идешь в школу. После школы пойдешь учиться. После учебы ты пойдешь на работу, да? То есть и мы все с вами привыкли, то, что нужно ходить на работу, ты работаешь, деньги есть, ты не работаешь, денег нет, да? То есть наш бизнес – это то, что однажды вы по-хорошему себя отдали этому бизнесу, отнеслись со всей серьезностью. И не то, чтобы ты получил то, что хотел. Понятно, что деньги решают огромное количество проблем. Они реально решают, потому что вот кто говорит, что счастье не в деньгах, это, конечно, смешно звучит. Потому что вот недавно, буквально, да, взять в пример, я за ребенку забо-терапию 40 тысяч отдала, тут же через неделю папа зубом замучился, тут же через неделю папы 73 года, да, то есть опять поехали в больницу на обследование, опять минус 40 тысяч. И вот так вот, как бы ты понимаешь, что лучше я свожу отца к хорошим, да, специалистам, которым я доверяю, нежели я пойду в больницу и там начнут переадресовывать, и всем все наплевать, потому что это все бесплатно. В платной, хочешь не хочешь, тебе что-нибудь да найдут, да, потому что им деньги нужны, и это факт, да, то, что они находят, они стараются, они работают, они заинтересованы в этом. Вот. И вот Ольга Табакова пишет, бизнес для меня это воздух и свобода. Вот это действительно так. Человек, ходящий по найму, он не понимает вообще, сколько всего он лишен, потому что он приходит с работы, он думает, все, я хорошо сделал, дома он тоже думает о работе и так далее, да, и вот нету этого, что посреди дня устал-встал, пошел, сходил там в магазин, сходил, прогулялся, потом пришел, поработал, потом пошел там за детьми в садик там сходил, да, то есть или на кружок детей отвез, потом вернулся там, снова поработал, нет времени, не поработал, да, то есть нет времени вообще там, допустим, ой, трое детей, я в декрете, там еще что-то, ну, хорошо, запускай рекламу, да, то есть запускай робота, запускай автоворонки, делай что-нибудь, да, обучайся, и это тоже как бы шикарно, да, то есть поэтому это сетевой, вот это действительно воздух, воздух для всех, и самое главное, что это серьезный доход, да, неограниченный, у вас нет планки, вот вам по найму говорят, вот вы столько стоите и точка, да, то есть там, допустим, продавец 20 тысяч в месяц, администратор 30, там заведующий 50-60, там 100, да, примерно, и точка, да, то есть грузчик столько-то зарабатывает, да, ну, на примере магазина, да, я все время почему-то магазин привожу в пример, и точка, да, то есть то же самое, я на бумажной фабрике работала, да, на брачных роллах, вот моя планка, хочешь больше, выходи за того, кто ушел на больничный, да, вот человек ушел на больничный, я могу побегать на два станка и получить в два раза больше, да, то есть как бы это тоже факт, вот, и что еще пишут, главное, на мой взгляд, наш бизнес дает надежду на реализацию своих целей при активной работе эти надежды и мечты становятся реальностью, это факт, это факт, тут прям неоспоримо, так, Александра Кротова пишет, красивый и честный бизнес, действительно, да, у лохматой тетушки не купят ни краску для волос, ни помаду, да, то есть не мыло, ничего не купят, действительно, за собой надо следить, и у нас действительно красивый бизнес, бизнес красоты, индустрия такая вот прям шикарная, да, вот, не, но есть, конечно, и другие бизнесы, там, пылесосы, сковородки, там, тряпочки, еще что-то продают, да, но вы понимаете, продав сковородку, да, то есть вы, потом, что этому человеку, да, предложите, вот купил он у вас, допустим, там, три кастрюли, пять сковородок, и больше ему ничего не нужно, а у вас больше ничего и нет, да, то есть, а у нас, как бы, такой продукт, то, что он периодически заканчивается, у нас есть долговечные продукты, да, вот эти же сковородки, да, к примеру, но у нас есть и сезонные, да, то есть, вот, новенькая блузочка, кстати, первый раз ее надела, мне она идет, не идет, как, что скажете, мне понравилось, я решила надеть, вот, и, что получается, и одежду мы носим, компаника, про новые колготки, средства личной гигиены, косметика, то есть, краски для волос и так далее, вот, далее, написано, раньше скептически относилась, но все в жизни меняется, действительно, я тоже относилась скептически, и, пока мне не наступил тот момент, когда я действительно поняла, что я не могу пойти на работу, пенни на кредиты начали расти, я сидела и думаю, боже мой, сейчас придут, как опишут мой холодильник, как заберут его, да, то есть, ну, такие, знаете, мысли были плохие, вот, пять лет назад, вот, и, как бы, я пошла и стала делать, и буквально четыре месяца, и я вышла на свои 40 тысяч рублей, это, это шикарно, это шикарно, причем, единственная у меня была сложность, это высчитать налог, да, 6%, чтобы его заплатить, у нас упрощенная система налогообложения, в России, да, в принципе, во всех странах, да, у меня была сложность заплатить, классная, да, блузка, спасибо, вот, и я обращалась к девчонке, которая у нас все вот эти вот декларации там делает, она вот меня научила этому всему, первый раз за денежку, второй раз я уже сама научилась, а потом муж подключился, говорит, Аня, давай забудь про это, про все, я буду отчитываться, я говорю, а ты сразу не мог отчитаться, говорю, я должна была ждать, да, должна была тут мучиться, вот, освежает, да, очень долго созревала, только начала, отлично, желаю удачи, роста, везения и во всем вдохновения, вот, так далее, так, в сетевом полная свобода действий, мне это нравится, шикарно, да, полная свобода действий, сетевой это шикарная возможность для тебя, для тех, кто мечтает о красивой жизни, здесь реально можно заработать деньги, даже если у ваших знакомых ничего не получилось, и если вы думаете, что все это лохотрон, вот, Наташа Каплун, она действительно права, очень много людей пробует, не разбираясь, бросает, и потом люди говорят, что, и всем, всем вокруг, да, всем людям вокруг рассказывают, что вот, сетевой это плохо, это лохотрон, я там пробовал, меня заставили, и зубной пастой, там, а что, я не знаю, зубная паста плохая, что ли, ничего не понимаю, привет, Олечка, вот, и таким вот образом, действительно, даже если у ваших знакомых ничего не получилось, вы можете проложить дорогу своим знакомым, своим результатом, и они к вам придут, и будет классно, далее, так, Оля Дубяга, кстати, сетевой, дает огромные возможности, без особых навыков и вложений, построить свой бизнес, действительно, мы всему учимся с нуля, и когда мне люди в личку говорят, ой, ну, я бы попробовала, но я боюсь, я боюсь начинать, я, у меня не получится, а ты пробовал, чтобы понять, что у тебя не получится, ты пробовал зайти на наш обучающий сайт, ты вообще видел всю систему роста, и всю систему обучения, нет, ребят, у нас шикарная система роста, шикарная система обучения, для разных людей, да, у кого есть финансовые возможности, да, хотя бы какие-то, можно запускать рекламу, воронку и так далее, у кого нет финансовых возможностей, другие виды рекрутинга, все предоставлены, изучай, пробуй, действуй, да, главное, все это красиво оформить, визуал, это самое важное, для нашего бизнеса, вот, так, раньше относилась к сетевому, как к секте, но сейчас изменила свои отношения, ну, действительно, вот, можно, нас попутать с сектой, потому что мы собираемся, да, то есть, там, празднуем новые статусы, в чатах кричим, постоянные гигеи, молодец, там, у нас на проекте, вообще, очень много людей, купила квартир, машин, просто, я, я не знаю, я уже вот сейчас, не сосчитаю, даже, сколько людей, ездили в различные курорты, и, действительно, можно к этому отнестись, как к секте, да, но секта, это, когда с вас вытягивают деньги, а не, когда вас обучают, бесплатно дают возможность зарабатывать, и так далее, да, это тоже нужно понимать, я считаю, что это бесполезный, ведь заработка, ну, вот, тут, конечно, спорить бесполезно, это написала, Елизавета Кроха, ну, во-первых, должны быть люди, которые, ну, должны что-то создавать, да, и продавцы нам в магазине нужны, согласны со мной, как мы придем в магазин, там нет никого, да, то есть все равно должны быть, и бухгалтеры, и врачи нам очень нужны, да, и воспитатели, там, учителя, да, то есть это тоже очень ценная профессия, и, конечно, человек, который занят своим делом, да, о, Женечка, привет, человек, который занят своим делом, и действительно делает его с душой, он тоже будет востребован, и он тоже будет успешен, да, в своей индустрии, и это нужно обязательно признавать, да, вот, и, конечно, бесполезный вид заработка, ну, я не знаю, все официально, все легально, квартиры куплены, в разные страны ездим, отдыхаем, на ребенка хватает, на лечения хватает, на родителей хватает, на себя любимых хватает, насколько он бесполезный, я бы, конечно, поспорила, вот, так, мои знакомые хорошо зарабатывают в сетевом, жена тоже хочет попробовать, я не против, буду помогать, отлично, отлично, вот, вижу сетевом перспективу, работаю на результат, верю, что смогу выйти на зарплату, да, мои дорогие, сетевой, это результат, когда мы начинаем с вами с нуля, и все выше и выше поднимаемся по карьерной лестнице, это действительно так, главное понять, в чем фишка сетевого, и все будет в шоколаде, вот это факт, да, классный комментарий, а почему, потому что у нас мышление найма, у меня мышление найма, и то бывает иногда накрывает, вот накрывает и все, понимаете, бывает такое, что я еще до сих пор за эти 5 лет не привыкла, потому что все-таки в найме я 10 лет проработала, да, а в сетевом всего лишь 5, и все равно бывают такие моменты, когда я начинаю говорить, что надо работать, надо это, чтобы получить, мне муж сразу говорит, Аня, остынь, Аня, остынь, я такая, хоп, точно, я же в бизнесе, да, то есть, да, бывает такое, что найман не отпускать, и вот тут в чем фишка, да, самая главная фишка, то, что найман долго держит, и прямо, да, за жавры, можно так сказать, нас, и мы боимся потерять, вот, потому что, когда у меня муж увольнялся, да, со своей работой, когда мы уже открыли старшего директора, зарабатывали за 50, и его, ну, грубо говоря, зарплатка мешала нашему бизнесу, потому что его 5 на 2 не было дома, и нам не нравилось то, что его нет дома, мы понимали, что, что, все, он нужен семье, он нужен в бизнес, и мы приняли решение, чтобы он увольнялся, и я, и он, честно сказать, мы сомневались тогда, но я сразу сказала, Антох, устроиться на работу, он, всегда, возможно, всегда реально, да, то есть, ну, не останешься ты без работы никогда, говорю, давай попробуем вдвоем, и, конечно, три года подряд, быть человеком номер один в компании Фаберлик, за 22 года ее существования, это невероятный результат, это то, о чем мы даже никогда не мечтали, и никогда не загадывали, ребят, никогда не загадывали, и то, что мы добьемся таких высот, вот, и сейчас мы идем за главными человеками, открытыми пока что, но они скоро же подтвердятся, да, это старшие партнеры, это еще статус выше нас, на данный момент, да, открылся, это просто бомба, да, у них там акция была 1000 рублей, они открылись, есть за кем идти, есть с кого брать пример, и это шикарно, ребят, согласны со мной, вот, и тоже они недолго в компании находятся, когда говорят, что, ой, в компании 20 лет, это старая компания, надо идти в молодую, а не развалится ли молодая компания, вот скажите мне, она же, она же может развалиться, она же может распастись, это же все вилами по воде писано, это если компания более 10 лет, ой, более 5 лет на рынке, да, только тогда можно понять, то, что она уже пережила хотя бы какой-то кризис, какую-то раскрутку, когда в компании несколько раз пересчитали маркетинг план, вот тогда можно уже понимать, то, что вы действительно в нужном месте, в нужное время, а когда компания, извините меня, ну, к примеру, не знаю, вот сколько, вот за 5 лет, распалось очень много сетевых компаний, я вот помню, когда мы пришли, в Фаберлик, начали работать через интернет, очень сильно было, развивалось 2 пирамиды, которые лопнули, да, потом нас подербанил Кэшбери, это тоже пирамида, она тоже лопнула, недавно с таким треском, да, потом была компания, по-моему, скини-боди-кейс, что-то типа этого, тоже ее не стало, была едоша, да, еда была, тоже куда-то испарилась, да, и вот, ну, я не знаю, может с десятка-два, точно, компаний, которые мелькали, они реально разваливались, а компания Фаберлик набирает обороты и процветает, потому что я пришла в надежную компанию, которая уже надежно стоит на ногах, в которой куча специалистов, куча юристов и так далее, да, настроена логистика, пусть пока и не совсем идеально, да, где-то бывает коробку разобьют, где-то что-то, какие-то единичные случаи, да, я это признаю, бывают такие моменты, когда вот у нас недавно девчонки привезли заказ, у него протекла коробка, у него на почте всю коробку забрали и сказали, что если возвращать, то целиком, и она такая говорит, а, я чем зубы должна чистить, и вот вы заставляете, пришлось идти в магазин, вот такая вот ерунда бывает, вот, далее, значит, так, что у нас дальше, какие комментарии, раньше думала, что это нереально, я, кстати, также думала, но сейчас поменяла свое мнение, работаю с Фаберлик, продукция нравится, маркетинг план отличный, очень рада, мне кажется, в качестве дополнительного заработка, отличное предложение, решение, вы знаете, у нас есть люди, которые с сумкой на плече, до сих пор бегают с продуктом, я не знаю, конечно, как это так, вот, я про это уже давно забыла, я до этого была в компании Reflame, там я не знала, что можно, ну, такой нормальный бизнес строить, я, конечно, бегала и продавала, 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 и я вам могу сказать, то, что дополнительное решение, дополнительный заработок, это тоже, как бы, круто, да, там, тысяч 10, 15, 20 в месяц наторговать, на сумке на плече, вообще не работая по найму, это круто, потому что, плюсом ко всему, вы еще и приобретете красивую фигуру, свежий цвет лица, потому что вы будете все время бегать из подъезда к подъезду, и это реально, и я знаю таких людей, которые зарабатывают, и говорят, наплевал я на этот найм, я в жизнь туда не пойду, потому что тут я больше получаю, чем на найме, и я свободен, я свободен, мне когда надо, я пошел, сумку на плечо, да, повесил с косметикой, и пошел, да, разносить заказы, разносить каталоги, это тоже, как бы, своего рода имеет место быть, поэтому, в качестве дополнительного заработка, тоже прикольно работает, я согласна с этим комментарием, пришла в Фаберлик в прошлом году, иду к цели, вижу перспективу на будущее, отлично, нет четкой позиции по поводу сетевого маркетинга, никогда не зарабатывала таким способом, вот, люблю людей, которые говорят правду, да, то есть не те, которые где-то там что-то понаслышали, и передают, да, всякие слухи, всякую чушь, всякую ерунду, нет, таких вообще не люблю, а вот таких людей, я не знаю, я там не была, я сказать ничего не могу, вот это вообще отлично, так, сетевой отличный способ заработать, у меня сестра, ваша коллега, ушла из найма, довольна, поздравляю, еще один человек стал свободным, сетевой, это тоже работа, только в другом формате, вот в начале, вот в начале сетевой бизнес, это действительно работа, это, это можно сказать пахота, как лошади вкалывали, вот мы с Антоном, да, мы вкалывали, как лошади, честно скажу, мы не высыпались, мы все время что-то создавали, мы все время рекрутировали, нам все время было некогда, все какие-то, я не знаю, встречи с друзьями, какие-то гулянки, все это ушло на задний план, да, то есть вот как-то вот, все просмотры сериалов, да, то есть все, вот это вот, я не умею, я тоже не умею продавать, честно скажу, вот, то есть все, что касается, вот у меня было две, да, две позиции, заработок, да, то есть растущий доход, обучение команды, рекрутинг, да, то есть работа, бизнес мой, который только начинался, который только раскручивался, как ребенок, его одним было не оставить, это, конечно, ответственность, да, нужно брать, учиться на себя, ответственность за себя, за свою команду, и тогда, конечно, попрет хорошо, когда мы просто рекрутируем и кидаем, да, на ЧК на обучение, забывая про него, это, ну, на 90% не будет успеха, да, то есть, хотя может быть такое, что у бездарного лидера, да, то есть, у, ну, не бездарного, не самостоятельного лидера, не желающего учиться лидерским качеством человека, может, найтись человек в команде, в структуре, который поведет за собой команду, если, допустим, он выйдет на вышестоящую, скажет, слушай, у меня наставник такой непонятный, ничего, ничего мне не обучает, не контактирует со мной толком, пожалуйста, научи меня, и мы начинаем, все полностью структурировано, раз часик поговорим, второй, третий, ну, буквально три часа созвона, да, там раз в недельку, и хватает запустить человека в драгоценный состав, да, проекта Faberlic Online, это шикарно, вот, поэтому, для меня это темный лес, да, кто-то вот не знает, что такое сетевой маркетинг, как можно развиваться, как можно работать, вот, вкратце сказать, это создание товарооборота для компании, получение денег через расчетный счет в банке, с идущим стажем, как УИП, да, то есть, ну, вот, вкратце это таким образом можно сказать, я люблю сетевой, люблю свою компанию, неограниченные возможности, мои дети всегда рядом, вот сколько комментариев, то, что дети рядом, рядом с семьей, это действительно, ребят, шикарно, когда что-то случилось, ты просто вызывай такси, девашься и едешь, тебя никто не держит, да, тебе надо срочно к ребенку, ты побежала, тебе надо срочно там в больницу, ты побежала, да, тебя срочно там вызвали куда-то что-то, ты бежишь, да, то есть, вот, я сейчас договариваюсь, да, и у меня иногда бывает такое, что ко мне приходит девчонка, я говорю, слушай, мы что-то договаривались, я всегда дома, да, вот, и это удобно, да, это классно, дальше, я ничего в этом не понимаю, против сетевого ничего не имею, сам не в теме, но знаю тех, кто достойно зарабатывает, тут шикарно, максим, респект, четко, кратко, сетевой для сильных духов, самодисциплированных и целеустремленных людей, да, да, но никто таким не рождается, это надо вырабатывать, лидерами не рождаются, лидерами становятся, потихоньку, да, потихоньку, вот понимаете, огромное количество людей, не понимает, что вы должны взять свою команду и повести за собой, не вытирать им сопельки, а именно повести за собой, и вот тогда у вас все получится, и тогда все будет здорово, от лидера много зависит, все зависит вера в себя, ну, тут вера в себя, ну, даже не знаю, живу в деревне, сложно с привлечением людей, вот она, интернет, интернет, вот сейчас у меня, вот отвечая на вопрос, анюты, в команде, так, по-моему, 18 стран, если я не ошибаюсь, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, так, Германия, что еще есть, Молдова, Россия, конечно же, Россия, ну, процентов 30 точно должно быть, то есть, понимаете, в команде 200 тысяч человек, и все они из разных стран и городов, сидят в одном чате, общаются друг другу, помогают, одно нужно понять, везде люди, везде люди, просто уберите из своей головы мышление, то, что если человек из другой страны, то вы не сможете общаться, еще что-то, да, есть такое понятие, языковой барьер, я тоже не знаю другие языки, кроме русского, идеально, да, идеально, я не смогу общаться, допустим, с этим же узбеком, на узбекском, на чистом, да, но есть узбеки, которые русскоговорящие, не очень хорошо понимают русский язык, и проблем с ними нет, мы вот, когда ездили в Узбекистан, там действительно некоторые продавцы не понимают, и к ним подходишь, говоришь, что нужно, они не понимают, но тут же выглядывает второй, говорит, здравствуйте, что вы хотели, да, то есть у них там пополам люди, да, пополам люди работают, да, Армения есть у меня в структуре, да, все верно, вот, вот это вот обязательно надо понимать, то, что все равно русские есть, вот, допустим, я немецкий не знаю язык, да, но Ларисочка Куба у нас, да, открыла золотого директора, у меня трое директоров, они все живут в Германии, они все там, рядышком друг с другом, и мы общаемся через Ларису со всех, со всей ее командой, Лариса знает, он немецкий, вот и все, вот, как привлечь свою команду людей, на обучающем сайте огромное количество информации, если я вам начну рассказывать способы рекрутинга, то, в принципе, только вкратце, да, привлекать людей в команду можно через бренд, через видеоролики, да, на ютубе, вот, через что еще, можно поспамить, можно путем рекламы, таргетинг, автоворонка, да, то есть, ну, контекстная реклама, ну, в общем-то, огромное количество, теплый круг, да, то есть, оффлайн, на земле можно поработать, да, то есть, с людьми, со своими, проводить им какие-то бизнес-встречи, бизнес-презентации, способов много, тут главное выбрать, какой нравится именно вам, вот, именно вам, доски объявлений, пожалуйста, там, авито и так далее, везде можно рекрутировать, только делать нужно это качественно, обучиться этому, поэкспериментировать, да, то есть, а не то, что 5 объявлений подал на доски объявлений, никто не пришел, ой, у меня ничего не получается, пошел я в найм, и буду я 40 лет по найму за 20-30 тысяч русских рублей, я сейчас имею ввиду работать, и потом буду жить на нищенскую пенсию, потому что 10 человек мне не ответили, да, на мои 10 объявлений, вот, тоже не надо утрировать, нужно стараться находить выходы, да, это очень важно, так, далее, что пишут, удобный способ заработка, хотела бы попробовать совместить с моей сферой деятельности, да, кстати, косметологи совмещают, врачи совмещают, потому что ДЕНОС, потому что витамины у нас есть, да, и так далее, да, то есть, визажисты хоть бы что совмещают, то есть, вот, как бы стилисты совмещают, да, те, кто, то есть, в разных сферах можно развиваться, понимаете, вы пришли в компанию, да, и вы можете выбрать, допустим, направление ДЕНОС, какие-то лечебные кремы, да, там, что-то вот такое, да, или вы можете выбрать направление ДЕНОС, да, то есть, продвигать направление ДЕНОС, там, порошки, кастрюльки, мисочки, средства, там, для унитаза, и так далее, и так далее, да, и вы можете вот в этом аспекте, развиваться, вы можете выбрать красоту, да, бьюти, бьюти индустрию, вы можете развиваться, там, стрелочки нарисовали, там, личико подпудрили, как массажик сделать, там, да, то есть, вот это все, вы можете развиваться в какой угодно сфере, все есть, да, понимаете, до такой степени широкий ассортимент продукции, да, то есть, компания Фаберлиц сам широкий ассортимент вообще, и вы можете вообще практически не ходить в магазин, можете ходить только за едой, вот, ну, что вот у нас, допустим, нет, чего мне не нравится, чего у нас нет, у нас нет памперсов, да, то есть, у нас нету, знаете, такие есть, как их даже назвать, мыло вешаете на ободок унитаза, на краешек, да, унитаза смывайте, и вкусно пахнет, да, вот этого у нас нет, я все пишу, буду, сделай, те, сколько можно уже не делать нам этого, да, то есть, как это называется-то, надо же забыла, вот, и, ну, вот таких вот вещей нету, но мне кажется, что там детских игрушек мало, да, то есть, я думаю, кто видел сторисы, я очень много сейчас вот заказываю каждые 3 месяца какие-то развивающие игрушки для своей дочери, да, то есть, для старшая там себе всякие рисунки заказывать, рисовать, пастель, там, вот это все, акварельные карандаши, вот это все, да, то есть, а младше я заказываю развивашки какие-то, вот, дальше, значит, это очень удобный способ заработка, хотела бы попробовать совместить, а, ну, это я читала, очень люблю розыгрыши, участвую, хочу выиграть, так, сетевое, это путь к успеху, кратко, правда, коротко, четко, молодец, так, главное понять, в чем фишка, так, для меня это, так, повторяются комментарии, я ничего не понимаю в сетевом маркетинге, увы, вот, было бы желание разобраться, ребят, бреф, да, бреф таблетки, вот, туалетную бумагу надо, да, есть еще вещи, есть еще вещи, которых у нас нет, но и то, без этих вещей мы нормально развиваемся, продвигаемся и так далее, да, еще золото, если придумают, ну, хотя, зачем оно нужно, да, вот, надо пробовать, надо развиваться, то есть, вы ничего не понимаете, но вы видите, что люди зарабатывают, посмотрели телефон человека, взяли и позвонили, и сказали, здравствуйте, расскажите мне, смогу ли я, вот такие у меня возможности, то есть, смогу ли я, у нас девчонки зарабатывают с телефонов, с планшетов, с ноутбуков, с мужские станки, да, их сняли с производства, ну, вообще, да, с компьютера можно зарабатывать, с телефона, да, с чего хотите, вот, далее, я считаю, это бесполезный вид заработка, это уже специалий друг у друга, девочки сетевой уже везде, и в сетевом есть настоящие деньги, да, это действительно так, вот, вы знаете, у нас еще очень много зарабатывают, сейчас приходят к нам, действительно, вот недавно ко мне обратился мужчина, говорит, я инвалид, мне денег не хватает, очень умный парень, но в коляске, да, то есть в коляске рабочие только руки, и я ему говорю, что у вас есть компьютер, у вас есть телефон, планшет, ноутбук, что у вас есть, он говорит, все есть, да, я говорю, так это же хорошо, я говорю, регистрируемся, развиваемся, и так далее, и главное, еще так повезло, он живет чуть ли не в центре Москвы, и там есть бесплатная доставка на дом, то есть ему позвонили, он открыл, рассчитался, все, проблем никаких нет, ребят, да, то есть что там, зубы почистить, там гель для души, еще что-то, да, то есть он себе сам может заказать, ему привезут, да, то есть все великолепно, почему нет, и у нас огромное количество людей, действительно, хорошо зарабатывают, вот недавно мы разговаривали с девчонкой, тоже не буду афишировать ее имя, если она захочет, то она сама выйдет со мной в прямой эфир, вот, у нее очень сильные ограниченные возможности, очень сильные, и благодаря компании Фаберлик, она сейчас достойно зарабатывает, ей хватает на все лекарства и на всех врачей, она даже на дом может вызвать себе хорошего врача, который к ней приезжает, массажиста, который ей необходим, да, то есть ей закупают все лекарства, аптека ей на дом привозит лекарства, понимаете, огромные возможности, не только у тех, да, у кого там просто хотят работать и зарабатывать, а и те, кто лишен, да, как бы возможности ходить на работу, да, допустим, такие люди, как я, такие люди, как с ограниченными возможностями, действительно лишены, да, и это тоже шикарно, я считаю, что это прям на вес золота, когда человек начинает добиваться каких-то высот, он перестает чувствовать себя ненужным, ненужной ячейкой общества, понимаете, потому что все равно, когда что-то такое вот происходит в твоей жизни, да, и ты понимаешь, что, блин, вот туда не пойду, да, вот я, к примеру, да, про себя сейчас говорю, я туда с ребенком не пойду, вдруг она закричит, вдруг она как-то не так, да, вот, себя поведет, еще что-то, и ты переживаешь уже, да, а тут ты понимаешь, я плачу, мои, мои танцы, да, то есть, ну, вот так вот, да, и мы идем в торговый центр, мы везде идем, мы в самое лучшее ее одеваем, и пусть, и пусть она себя не всегда адекватно ведет, ну, и что, это мой ребенок, и все у нее есть, и мы покупаем вещи дорогие, хорошие, да, мы идем там, и на карусели ходим, да, то есть, и во все развивающие центры ходим, да, и все, и у нас все отлично, у нас все замечательно, вот, так, воздух, свобода, так, надеюсь, мне повезет, хочу заработать на квартиру в сетевом, ну, это более чем реально, я точно проверила, я точно проверила, квартиру точно можно заработать, как мне еще мама моя говорила, вот, все у тебя развалится, что ты будешь делать, когда у тебя развалится, я говорю, мам, вот посмотри на меня, я говорю, у меня квартира хорошая, вторую мы сейчас делаем ремонт, скоро пойдет куча сторисов, да, это во-вторых, дальше, говорю, машину муж на права не хочет сдавать, если честно, у нас нет машины, потому что никто не хочет на машине ездить, пока воюем, но он сказал, что это не мое, я не хочу, ладно, бог с ним, что у нас в-третьих, да, получается, то, что у нас вся новая бытовая техника, вся новая мебель, у нас все с иголочки, все новейшее, я говорю, даже если что-то случится, да, где бы я нашла бы такую работу по найму, где бы я смогла буквально за три года заработать на такое количество квартир, скажите мне, пожалуйста, где такой найм, я говорю, мам, вот что ты, говорю, трендишь, так я и сказала, где вы найдете такую работу, и сколько лет надо работать, да, чтобы выбиться куда-то повыше, просто подумайте, а тут ты тычешь, 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 если тебе надо сильно быстро, ты сильно много тычешь, если тебе, ну так, подзаработать, ты помедленнее тычешь, понимаете, нет потолка, нету ограничений, как хотите работаете, сколько хотите зарабатываете, в какое хотите время работаете, вот это нужно обязательно понимать, вот, ничего плохого сказать не могу, каждому свое, я пробовал, не получилось, очень жаль, сетевой это хороший вид заработка, мне кажется, в качестве дополнительного заработка, отличные решения, вот смотрите, у того, кто пробовал, и не получилось, вот, действительно жаль, но есть просто люди, которым показали один способ рекрутинга, и у них этот способ рекрутинга не зашел, ну, например, спам, не зашел он у них, этот спам, не умеют они общаться с людьми, а нет бы, наставник сказал, а давай мы с тобой попробуем таргетинг, таргетинговую рекламу, давай мы с тобой попробуем контекстную рекламу, давай попробуем автовороночку, да, то есть давай тут доски объявлений, попробуем, давай теплый круг попробуем, давай что-нибудь попробуем, да, поменять, поменять, да, то есть если человек сам хочет, конечно же, если он уже разочаровался, если он уже не хочет, и у него уже нет никаких надежд, и он понимает, что там 40 лет по найму, до пенсии, ему вот так вот придется ходить на найм, да, то есть то пожалуйста, конечно, но есть же люди на нелюбимой работе, и когда с ними начинаешь говорить, и предоставлять различные способы рекрутинга, человек говорит, слушай, а как я не догадался, давай попробуем, и он действительно начинает, но когда человек, вот лично в моей команде, молча пропадает, ничего не пишет, то я и не могу понять, почему он ушел, а есть люди, которые отписываются, говорят, слушай, мне ничего не получилось, надо закругляться, я говорю, окей, а что ты пробовал, давай с тобой анализировать, ты уверен, что вот сделав шаг назад, ты исполнишь свои мечты, ты уверен, что у тебя есть другой способ исполнить свои мечты, человек реально задумывается, потому что другого способа исполнить свои мечты, истинные, свои, не навязанные обществом, а именно свои истины, не у каждого есть время, на это, и не у каждого есть возможности на работе по найму, не у каждого, ребята, реально не у каждого, некоторые работают так, что нет времени даже съездить отдохнуть, и дают им отпуск, извините меня, в каком-нибудь морозном январе, или еще где-нибудь, и они вообще остаются, вообще, да, как бы, ну, всю жизнь они работают на кого-то, всю жизнь им диктуют, как жить, так, лучше сделать как основной, быстрее пойдет, ну, честно сказать, да, да, но были у меня в команде случаи, да, два случая, когда человек говорит, Аня, я уволился, что надо делать, я хочу быстро тут стартануть, и влепляется, да, то есть, влепляется в то, что я ему начинаю говорить, давай, вот это, вот это, вот это, вот это, тяну его за собой, тяну, а человек говорит, так это столько всего надо, так я пошел обратно, да, то есть, он думает, что в интернете намного легче, намного проще, да, под любимую музыку, с любимым там чаечком, кофеечком, компотиком, да, то есть, при свободном графике, все идеально, но тыкать-то кнопки надо, никуда не денешься, никто за тебя ничего тут не сделает, тебя обучат, как сделать, но сделать, делать должен ты сам, сам, да, вот, так, далее, сетевому всегда быть, так, так, я в этом бизнесе недавно, но мне нравится работа, вся продукция супер, всей семьей пользуемся, да, действительно, так, мне предлагают все время, я подумываю попробовать, отлично, главное понять, в чем фишка, так, мне кажется, очень много комментариев повторяется, сейчас я промотну подальше, поглубже, так, это очень удобный способ заработка, так, отличное решение для дополнительного дохода, знаете, вот, что мне понравилось, это то, что, очень много положительных комментариев, и очень много сомнений в себе, но само мнение сетевом уже начало выправляться, то есть прошли те времена, когда люди за промо-стойками стояли и бегали, и заставляли зарегаться, приставали, да, то есть портили, да, портили бизнес, вот, не потопаешь, не полупаешь, да, это действительно, вот, смотрите, ничего не понимаю в нем, это, наверное, талант общения с людьми, продвигать продукт, можно продвигать продукт, можно продвигать идею бизнеса, вообще не зная продукт, у нас много мужчин, вообще в компании Фаберли, которые не знают продукт, да, иногда муж мне приходит и говорит, а, мне тут матерятся в личку, я говорю, кто, что будет материться, он говорит, они там какую-то тушь просят, да, да, то есть, и это частенько такое бывает, да, то есть, но у нас большая команда, да, то есть, и этот вопрос можно скопировать, выслать продуктовый чат, и там девчонки посоветуют переслать ответ обратно, понимаете, или этого человека, если он уже в вашей команде, просто продуктовый чат, давайте, чтобы он там общался, даже есть такая возможность, да, не зная продукт, вообще абсолютно нормально расти, работать и развиваться, тебе помогли в этом, ты в чем-то поможешь другим, вот и все, да, то есть, это тоже классно, насчет таланта общения с людьми, да, я тут согласна, тут нужно уметь общаться, нужно уметь разговаривать, и вообще, чем больше вы говорите, правды, правды, железной правды, тем лучше у вас бизнес, да, чем больше вы ведете переписки, фотографии, чем вы дальше стараетесь от публики, да, отойти, то тем хуже получается, да, насмешила, да, но у меня муж так и говорит, Ань, там в контакте матерятся, я захожу, я уже знаю, что вопрос по продукту будет, это действительно факт, вот, ничего, говорит, не понимаю, вот, вот, поэтому талант общения с людьми, ну, талант это что-то врожденное, согласна со мной, это что-то врожденное, а тут именно можно научиться, человеку общаться, мне повезло, мне очень повезло, и я прям довольна, то, что я 10 лет отработала продавцом, отработала продавцом 10 лет, это, конечно, огромный опыт общения, наиогромнейший опыт общения, когда-то я пришла в магазин, забитая девчонка, мне задают вопрос, я не знаю, что ответить, про эти сосиски, про эти пряники, да, то есть я в продуктовом магазине работала, про этот сок, где какой срок смотреть, вот, и вот, вы знаете, это было тяжело для меня, да, то есть, и за 10 лет работы, я так научилась хорошо общаться с людьми, выходить из различных ситуаций, потому что иногда бывают ошибки, у меня нет, там, привычки было обманывать, там, людей и так далее, но иногда бывает, пересдашь, недосдашь денежку, да, когда за кастой сидишь, иногда бывает, что не то посчитаешь, да, не ту колбасу, да, то есть, ну, всякие ошибки бывали, особенно, когда очередь, и бывают, попадаются такие критики, мы, что с ними нужно просто уметь выйти на контакт, дабы успеть обслужить других, и факт в том, что вообще в продуктовых магазинах, да, в принципе, во всех магазинах, действительно, огромное количество продавцов попадаются нечестные, да, и я понимаю, что сейчас верят не мне, а не верят, вернее, не верят не мне, да, а не верят всему, всему составу продавцов, потому что их уже когда-то обманывали, да, и обсчитывали, там, или еще что-то, да, и ты понимаешь, что как бы вот эта ругань, она не тебя касается, да, а то, что какой-то продавец, какого-то магазина ошибся, им наплевать, кто перед ним стоит, да, мужчина, женщина, там, да, ребенок, бабушка, они будут орать, и они будут доказывать, что они правы, им просто хочется вырваться, потому что у них в семье что-то случилось, у них в семье что-то произошло, и это была последняя капля, то, что их еще и в магазине облапошили, да, вот, и бывали такие моменты, когда я действительно там ошибалась, еще что-то, ну, кто не работает, тот не ошибается, но человеку ты уже не докажешь, да, человеку ты уже не докажешь, что ты нечаянно ошибся, ты просто извиняешься, ты просто, ой, Надюша Карташова зашла, Надюша с бриллиантиком тебя поздравляю, я видела, видела тебя, Ирина Валентиновна поздравляла, вот, и вот тут вот как раз и тот момент, то, что в сетевом тоже это надо понимать, вот эти вот отношения, да, продавец-покупатель, их тоже надо понимать, что вы продаете, идею бизнеса вы продаете, вы продаете сам продукт, да, то есть без разницы, нужно учиться коммуницировать с людьми, нужно учиться разговаривать с людьми вокруг, со своей командой, со своими детьми, это все опыт общения, да, иногда, извините за, как бы такое, да, ни в чью личную жизнь не хочу лезть, никого не хочу обидеть, но даже мама со своей дочерью, там, с сыном не могут найти общий язык, не могут договориться, да, то есть, и мы же не можем сказать, что у нас нет там таланта матери, да, то есть, но тут тема, как такая, очень глубокая, я, конечно, мне было тяжело, когда я перешла зарабатывать через интернет, именно в компании Фаберлик, я столкнулась со сложностью, что нужно научиться было читать между строк, да, и к примеру, когда ты делаешь предложение, а тебе говорят, нет, спасибо, ты понимаешь, что если бы человека это не интересовало, он бы нет, не ответил, ему было бы неохота писать слово, нет, он бы просто оставил это без ответа, значит, зацепочка есть, и поехали дальше, да, то есть, что я отвечала, спасибо за ответ, если вдруг надумаете, то вы можете со мной, при бесплатном обучении, зарабатывать дома через интернет, официально и легально, да, то есть, вот так вот, то есть, я не закрывала за собой двери, а ставить человека без ответа, значит, так, ставить человека без ответа, это значит, закрыть за собой двери, я никогда не закрывала, я всегда старалась отвечать культурно, давайте оставаться дружить, вдруг вы передумаете, вот моя основная страничка, да, то есть, таким вот образом, когда вы относитесь к человеку культурно, у вас и качество рекрутинга всегда будет повышаться, всегда будет повышаться, вот, я сегодня первый день с вами, здорово, начинать всегда сложно, это когда все сделаешь, аж сама за себя радуешься, да, да, действительно, правда, вот, как ты сладко говоришь про сетевой, потому что я люблю этот бизнес, этот бизнес мне дал те возможности, которых меня вообще найм лишил, меня найм лишил этих возможностей, потому что судьба, ну, вот так вот повернулась ко мне, что я не смогла по найму ходить, вот, я за любую движуху, пишут, никогда не занималась и пробовала, и никогда не занималась и пробовала, хотя были предложения, я верю, что заработать можно, но думаю, что не совсем мое, хотя все возможно, вот такой, вот такой вот комментарий, да, то есть, уже общее мнение сетевом, оно намного лучше стало, и мне это очень нравится, вот, честно, не признаю сетевой маркетинг, так как большинство сетевиков, очень навязчивы, есть такое, есть такое, но самое навязчивое, это скорее всего, самые богатые сетевики, я тоже вот не люблю навязчивость, если человек ни разу не ответил, я уже его как бы особо не достаю, да, то есть, даже если он пришел сам, зарегистрировался со мной, он мне не пишет, его не интересует, по каким-то причинам развития, да, то есть, и я его не достаю, этого человека, то есть, ему приходят письма, какие подарки ему положены, все, я как наставник обязана оповещать, и точка, и точка, то есть, человек сам вдруг, если захочет, он пойдет, он проснется, он будет работать, мои все контакты, он по идее знает, и все, большего я, к сожалению, ох, шкаф открылся, большего я, к сожалению, не смогу дать никому, никогда, потому что, быть навязчивой, это, конечно, очень сложно, да, у нас раньше была семейная пара, у меня в друзьях, Оля с Ваней, по-моему, да, Оля с Ваней, вот, и мы с ними очень много общались, и вот они как не придут ко мне, им надо обязательно что-то продать, я говорю, слушай, у меня на хлеб осталось, отстаньте от меня со своим ополаскивателем, по-моему, амвэй, что ли, они мне продавали, и вот вы понимаете, даже мнение о самой компании у меня испортилось, потому что там такие люди, которые, ну, купи, купи, возьми, на, давай, тогда бери, я тебе верю, ты потом отдашь, через, я говорю, ладно, ставь, хорошо, зарплаты переведу, через два дня занят, а у тебя не было зарплаты, а ты не забыла, что ты мне должна, так ты зачем мне даешь, если ты мне не веришь, ты зачем вот, вот некуда видать деть, да, то есть, вот, и вот это вот, вот это вот, понимаете, я это никогда не приветствовала, тебе надо, ты звони, я рядом, вот у меня такая тема, да, то есть, да, есть люди, которые меня попрекают в том, что, ой, Аня меня забросила, Аня уделяет мне мало внимания, а ты вообще где, ты ходишь на мои вебинары, ты смотришь мой ютуб, ты вообще понимаешь, что я рядом с командой, что я веду всегда актуальные темы, ты читаешь ли чаты, я всегда в чатах, почему ты там мне полгода назад, последний раз писала, и тут же ты меня попрекаешь, что там о тебе не заботятся, ты вообще читаешь почту, тебе от меня постоянно приходят все письма, ты знаешь все акции, ты все знаешь, как работать, ты знаешь, вебинары ведутся от проекта, от компании Фаберлик, огромное количество вебинаров, обучающих, марафонов, всего, кто тебя бросил, кто тебя бросил, скажи, у нас же, извините меня, тут не дочки матери, у нас бизнес, но может быть, если не пишут, то возможно думают, что вы очень заняты, и не совсем удобно к вам обращаться, ой, ну как у меня муж говорит, неудобно на потолке спать, одеяло спадывает, вот, если честно, да, бывают моменты, когда я могу полдня не ответить, это факт, но, когда это идет минус вам в рост, и вы не пишете, знайте, что это минусы мне в рост, поэтому даже не думайте отказываться от того, чтобы задать мне какой-либо вопрос, это просто, ну, некрасиво и несправедливо, по отношению даже к себе, к своему успеху, к своему будущему, а надо ли вам, там, эту квартиру, эту машину, да, там, съездить на Бали, еще куда-то, да, одеть детей там покруче, да, в натуральное там, кожи нехода, все, 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 что вы хотите, да, а надо ли вам это тогда, вот, ничего не понимаю в нем, это, так, это опять, на верхушке хорошо зарабатывает, о, ждала этот комментарий, на верхушке хорошо зарабатывает, скорее всего, внизу, навряд ли, в общем, наверное, имеет место быть, но это не мое, я не умею быть навязчивой, вот, я ждала вот этот момент, на верхушке хорошо зарабатывает, вот сейчас у нас, в команде есть семья, с Казахстана Зеленковых, да, то есть они открыли элитных директоров, а их человек под ними, который пришел на полгода позже них, они уже открыли старших национальных директоров, да, а международных, международных директоров, буквально практически за полтора года работы, это в два раза быстрее, чем я открыла, да, то есть, о, все, меня сейчас выгонят, и когда новичок зарабатывает больше, чем наставник, это уже называется, что макушка получает меньше, каждый растет в своем темпе, запомните это, ну, что, мои дорогие, час прошел, всем пока-пока, всех целую, растите, развивайтесь, любите себя, и все будет хорошо, согласны со мной? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!